Перед официальным подписанием соглашения о сотрудничестве стороны сверили часы в рамках рабочей встречи. Президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин еще раз заострил внимание на необходимости обязательной вакцинации сотрудников малого бизнеса в интересах, прежде всего, их дальнейшей деятельности. Только эти решительные меры, по его словам, могут спасти предпринимателей от возможного локдауна. «Мы, безусловно, должны всемирно поддерживать малое и среднее предпринимательство. Также это актуально, потому что на территории Забайкальского края, к сожалению, показатели развития предпринимательства пока слабее, чем в Дальневосточном федеральном округе и тем более в России. Поэтому я хочу, чтобы соглашение создавало условия для предприятий, для предпринимателей, для инвесторов в эффективном, без отписок, взаимодействии, работать с региональными органами, с федеральными органами и с местными органами». Лидер «Опоры России» внес ряд предложений по развитию бизнеса на территории Забайкалья. В частности, попросил правительству находиться в постоянном диалоге не только с крупными игроками, но и рассматривать малый и средний бизнес как полноправных серьезных инвесторов. «У нас впереди Восточноэкономический форум и идея губернатора о том, чтобы распространить преференции порта Владивосток на весь Забайкальский край. «Опор России» горячо поддерживает и будем добиваться реализации инициативы губернатора». Обязательная вакцинация, тарифы и вопросы кадастровой оценки и налогов от кадастровой стоимости. Стороны обсудили и большой пакет предложений по социальному предпринимательству в регионе. «Мы готовы также работать на Забайкальский край. И в связи с тем, что мы подписали это соглашение, то есть оно ведет нас к тому, что мы теперь становимся более ответственными перед населением. Мы и так социально ориентированная организация «Опор России». Мы помогаем и в трудные времена, где-то вводятся ЧАЭСы на территории, скажем так, Забайкальского края. Мы своим сообществом помогаем. Ну и помогаем тем же самым предпринимателям, которые попали в трудную ситуацию. Ну а с правительством Забайкальского края и с Россией Михайловичем мы работаем очень плотно в этом направлении. То есть и это соглашение придаст нам еще более мощный импульс для того, чтобы сотрудничали вместе и развивали наш Забайкальский край совместно». Начинается церемония подписания соглашения. Площадка Восточного экономического форума со 2 по 4 сентября станет еще одним дополнительным импульсом. Главной задачей организаторы уже называют привлечение в регионы Дальнего Востока инвесторов и получение обратной связи от бизнеса. В связи с нестабильной ситуацией по COVID-19 мероприятие пройдет в гибридном формате. Некоторые спикеры уже заявили свое участие в онлайн-режиме. Дарья Пьяникова, Виктория Темлянцева, Максим Лобачев, РТК Забайкалье.